здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала сегодня я сделала для вас букет из своего сада ничего особенного все что растет у меня перед крыльцом вот такой замечательный ароматный букет у меня получился а вы знаете что остильба очень хорошо стоит в букете вот такой букетик для вас сегодня хочу подвести итоги нашего путешествия в казахстан нужно сказать что в казахстан мы ездили периодически постоянно вы знаете мы оставили там сначала родственников потом их могилы и поэтому обязанность всегда была в 2001 году я впервые поехала одна поехала одна потому что была больна крестная 2002 мы поехали уже с дочерью виктор хотел ехать но не смог его только приняли на новое место работы и отпуска у него не было поэтому с ним мы поехали в 2003 году получилось у нас 2001 2002 2003 год 2007 году самолет летел из гамбурга или гонофера уже не помню напрямую в город петропавловск как было не воспользоваться такой прекрасной возможностью мы летели 2007 году в город петропавловск 2010 году 2014 2014 году было 40 лет и мы встречались с моими подружками по учебе было 40 лет после окончания приехали девчонки из россии которые давно живут в россии приехали девчонки из североказахстанской области было здорово 2018 году я была снова но как то вот у нас так и повелось 2010 года что мы все время встречаемся с девчатами с которыми я училась в техникуме в этом году было 50 лет поэтому встреча с моими однокурсницами и своими подругами по учебе конечно же состоялась я не снимала встречи потому что для съемок нужно чтобы было спокойно нужно чтобы были согласны те кого ты снимаешь но фотографию с нашей встречи я вам поставлю конечно же были запланированы встречи с родными и друзьями были запланированы подарки которые я везла с собой вы сами знаете часть этих подарков я делала своими руками и и всегда принимают на ура и этот раз не исключение кроме этого была встреча с ребятишками и знакомство с семьей которые я помогаю уже три года периодически я отправляем детские вещи и в этот раз я раз я уже была в петропавловске я взяла такси и поехала к ним чтобы их повидать и себя показать встреча была очень волнительная но у меня хотя бы появилось представление о этих людях как они выглядят чем они нуждаются вот я думаю что пока у меня хватит здоровья я буду помогать и дальше что еще хочу рассказать что было запланировано это ист это естественно посетить кладбище я думаю все кто уехал со своей родины и не часто бывает казахстане у того у всех есть такая обязанность нужно посетить кладбище что мы и сделали вы видели уже ролики где я вам это показала что мы были на кладбище вот что еще хочу рассказать вам что я уже говорила о город мы прошли город пешком вдоль и поперек мы объехали все места которые могли бы быть интересны нам как изменились эти места и могли быть интересны нашим детям поэтому мы сняли учебные заведения в которых учились наши дети перед отъездом ну какие то еще особенные дома которые остались в памяти ну вот как то так и не боюсь повторить что петропавловск поразил меня зеленью красотой всегда был очень зеленый город но сейчас он становится еще более зеленым он поразил меня своей чистотой потому что в предыдущие поездки это не было так поэтому я и говорил что в казахстан брать обувь нужно такой которую можно стирать и так далее ничего с моей обувью не произошло все получилось все осталось чистым даже стирать не нужно ну вот как то так конечно поездка очень утомительными если раньше мы летели через город омск и полет наш на прямом рейсе где-то был пять шесть часов то сейчас чтобы долететь и доехать до петропавловска нам нужно было 16 часов если мы летели до омска то там шесть часов перелета и плюс еще три часа где-то езды до петропавловска на машине вот получается что 8 часов и 16 часов сейчас это в два раза длиннее чем старше ты становишься тем меньше у тебя возможностей и терпения чтобы отправляться в такие дальние путешествия но моему удивлению все прошло прекрасно наше путешествие в казахстан прошло прекрасно все что было запланировано все мы успели сделать со всеми повидались даже были непредвиденные встречи потому что в этот момент двоюродная сестра моего мужа приехала из россии из города тольятти и из-под города тольятти тоже навести порядок на кладбище у своих родственников и мы с ней созвонились и мы смогли увидеться она моя подписчица привет и хочу сказать что мы не виделись я думаю с 98 года было конечно очень приятно увидеться все встречи были приятные самое сложное во всех наших встречах было то что по нашему гостеприимству по нашему обычаю накрывали столы столы накрывали шикарнейшие вкуснейшие и было очень обидно что мне не нельзя с этих столов было большую половину употреблять в пищу в связи с моими проблемами со здоровьем но вот как то так нужно сказать что здоровье у меня на порядок стало лучше но я так и сижу на строгой диете поэтому попробовать все попробовать все не получается полностью отчет по нашей поездке вы можете увидеть наших роликах время провели конечно хорошо приятно все время были в движении все время были встречи особенно по магазинам мы не ходили у нас не было никакой цели что-то покупать что было хорошо и чего нет в германии это можно было купить свежие овощи свежую зелень у тех людей которые это выращивают сами со своих огородов поэтому то что едят они излишки приносят на базар и вот эти излишки мы покупали причем выбор был очень хороший можно было выбрать что тебе нравится что твоему глазу понравилось все было очень вкусно большое спасибо всем частникам и нужно дать сравнение что в германии частники не торгуют своей продукцией частников в германии нет и если вы вырастили в своем приусадебном хозяйстве что-то больше чем вам нужно это можете это раздарить угостить кого-то но пойти где-то продать вы это но это не принято просто не принято нигде ничего особенно продавать ну вот наверное я обобщила и еще хочу сказать что как бы хорошо люди не жили в казахстане они живут неплохо вот они получают неплохую пенсию но сравнивая все аспекты я хочу сказать что германии мы живем лучше не удивляйтесь но это так мы можем себе больше позволить мы можем у нас и бытовые условия лучше у нас и инфраструктура и все это на порядок выше что мне бросилось глаза и что мне не понравилось это качество выполняемой работы качество строительства качество укладки тротуарной плитки везде везде нужна доработка везде нужно переделывать чтобы добиться того что мы видим у нас здесь германии вы видите наш двор каждый раз когда я вам показываю свои цветники нужно сказать что плитка у нас во дворе укладывалась всего один раз уже пора ее перекладывать потому что прошло 12 лет но она нигде не пляшет может быть и погодные условия вносит свое коллективом в это дело но везде я хочу сказать везде сравнительно германия выиграет выигрывает ну вот это мое заключение по поездке в казахстан огромное спасибо казахстану огромное спасибо тем людям которые наш нас встретили которые нам помогали в наших проблемах надюша тебе большое большое спасибо это моя однокурсница которая уделила мне два своих дня несмотря на то что ей было со мной некогда вот она помогла мне провезла мне по цвету по семянным магазинам там я купила семена которые я хотела это вы уже тоже видели вот и некоторые средства по защите растения тоже приобрела но немного что еще хочу сказать ну да встречи с приятными людьми знакомство новое это все останется конечно у нас памяти и в нашем сердце надеюсь что этим людям было тоже с нами приятно встречаться вот как-то так мои хорошие а сейчас у нас идет нормальная жизнь я уже дважды была на работе два дня температуре ла без симптом на без короны без насморка кашля просто поднялась температура пытаясь выяснить причину и вот как то так а вам всего хорошего всего самого лучшего и прощаюсь с вами до завтра не забывайте ставить ваши лайки спасибо вам за ваши комментарии кто не подписался подписывайтесь на мой канал ну и до новых волнующих встреч на канале север это моя судьба всем пока пока